Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Алексей, мы продолжаем играть в Рим 2. Ну, в принципе, этого достаточно представления будет, надоело выговорить каждый раз. Лузитаны, каннибаловороты, так все понятно. Ну, у нас Карфаген забрал картубу, хаденыш этот, но мы пока на него внимания не обратим, нужно с Ореваками покончить однозначно и прям сразу же ринемся в бой. Чуть-чуть, чуть-чуть подбитой армии своей. Отступают они. И вот сейчас мы два отряда этих того, того сделаем. Минус о нем две армии и захватим потом их последний город. Начинаем развертывание войск. Так, что не говорите, красоты здесь, конечно, местности привлекают. Что ж ты так орешь, что, баллиста? Давай, становись здесь. Таким вот образом. Где мои? Пока что обычные прачники. Скоро мне балиарские прачники будут. Я так думаю. Ну, по крайней мере, мне бы так хотелось. Ну, ничего нового, в принципе, все точно так же. Начинаем битву и разведочку надо совершить. Это не видно нифига. Тут на горе. К ним подходят свежие силы. Оба-на! Вот это круто. Свежие силы подходят вот отсюда. Понял. Ctrl-1. И перевернуться быстренько. Скутари и каваллери. Посмотрите вперед. Что здесь происходит? О! Увидели. Увидели. И пока вот так вот поставим. Так, ну что, баллиста? Ой, как она долго все-таки двигается. Долго-долго-долго. Здесь ли долго-долго-долго? Shield Warriors. Давайте тогда вот сюда. Неудобно, как-то вот такая вот гора, прям, карту крутить не очень мне нравится. Так, 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 это у нас застрельщики, да? Встанем. Ну что, баллисты доехали, стрелять будут они. И опять за горой не видно, нифига. Сейчас, я думаю, мы увидим. Да, вот, наконец-таки мы увидели. И баллиста, давай, начинаю уже стрелять. Одна баллиста подзастряла, не может проехать. Двигай сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Проспал. Извиняйте. Так, пока покрутим, поменяем их здесь. Вот этих вот воинов убить. Это кто? А, это скутари-копейщики. Нет, тогда не, 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 не. С ними драться вообще бесполезно. Тут же и баллисты подошли. Так. Этих отогнали. Все, и вы, друзья, сюда. На нашего военачальника напали. Фигня это все, что на него напали. На самом деле. Нормально, 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 работаем. Агако! Арайлер! Опа! Арех! Филиал! Лария! Религия! Угу. Сейчас там под рассыпным ты. Вон. На руку там. Поорем на них, короче, я думаю, да. Ну, в принципе-то. И кили вам руль Там сломлены уже Незнатные воины Что тут добили Молодцы Стоять, бояться, диме не прятать На два фронта тут воюем Я думаю добьешь Все хорошо Отлично Вражеский военачальник убит Это гуд Ну что там Стреляют Камнями Как-то слабовато стреляют Во-во-во, начали Нажали Скутарьим, копейщиком Отстреливайте Все равно слабовато Давай генерал сам 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 Сусан Оп-оп-оп Порезали Нормально, всех повырезали Так Ну что там Остался генерал Где-то один Получается Что так Надо бы разведать Где он там бегает Где он там носится Куда он убежал-то Давайте подускоримся Не видно Наши остались без снаряжения Все И баллиста уже Начала стрелять Правда без снаряжения Уже осталось О, пошли Чихнул сейчас Очень так громко Уж извините Что на ползу нажал Ну и Камушками Ух Отлично Как прилегло-то ему Еще разок Молодцы Еще разок И убегают Ребятки Закончить бой Прям Перебывались Так 7,7 человек потерял В принципе Не так уж и много Но все же Какой-то такой Затяжной бой Получился На два фронта То там То сям То тут побеги То там побеги Ладно Плевать Главное Что сейчас Две армии Будет уничтожено Хотя Может быть Только и одна Вторая может Уступить Еще Так Ну ты-то точно Погиб Это Сто процентов Ага Ну две армии Отлично Да Убить Грязных Грязных Оревак Этих Так И можно В принципе Здесь на дороге Встать Пока С этого Хода Мы все равно Не пойдем А Заодно Восстановимся Отлично Что у нас тут Все плохо Да Надо Подпочиниться Тысячу монет И здесь Нам Святое место Нужно Да Сделать Отлично Сейчас Зима Картуба Она полностью Сейчас под Карфагеном Теперь Гельматику Забрать Здесь На второсчете Тут такая Армия Конечно Ну Более-менее Нормальная Идрийских Мечников Мы захватили Так Идикт Хлеба И зрелищ Оба 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 Что бы Сделать Такого Рост заход Стоимость Набора Всех отрядов Не Давайте Общественный Порядок Хотя Общественный Порядок У нас Здесь И так Неплохой Вернули Мы Кузницу Себе Обратно Можно И Нанять Хороших Воинов Но Денег Пока Нету Так Вы Тогда Отдыхайте Вот Вам Нужно Березки Мечники Березки Прочники Куча Барахла До Этих Мы Не Успеваем Дойти Но Они Видимо И Не Пойдут Вот Так Сделаем Денег 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 Надо Много Ну Здесь Заканчиваем Ход Смотрим Что Будет Карфаген Все Пока Отдыхает Отлично Придется Забрать У Карфагена Целиком Эту Провинцию Вот Эту Как Она Называется Да И Плюс По заданию Мне Нужно Это Сделать Побежал Кареваком Зачем Непонятно Выздоровел Агент Дозорный Наш И Тут Он Начинает Манипуляцией Заниматься Задерживал Задержан Это Не Очень Хорошо Задержан Задержан Изданных Дик Строительства Завершено Алтаре Поне Третий Уровень Все Там Лошади Максимального Левла Уже Чертоги Прислуга Для Ильброда То есть Надо Сюда Идти Я бы Еще Наверное Целиком Вторую Изучил Дальность Передвижения Всех войск Флота На карте Хотя Да Тут Немного 16 ходов Вообще Просто Фигня Так Воля 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 Ты пока Стой Здесь В городе У тебя В принципе Эффекты Неплохие Не в Кариоках Сейчас Пойдем Улучшить Лошади Нанять Ветеранов Щитоносцев По 500 Только одного Могу нанять Нанимай Потихонечку Потихонечку Помаленечку Алтарь Все тут Гуд Общественный порядок Вверх Отлично Пламенные Фалькаты Что там Вастурики Вастурики Не очень Надо будет Вернуться Чтобы Вот так Вот было Все Отлично А Тут уже Четвертый уровень Семь ходов Почему так долго Семь ходов Вы хотите Еще Семь ходов Его Да Хотим А Ну да 8 ходов Надо было Да Ё-моё Ну ладно 2-300 Монет Пускай Строится Я думал Там опять Шпионы Понатыкали Я не могу Уже Мастерская Плотников Строится У меня На протяжении Наверное Лет Трех Ну и Пойдем На Толет Нет The way is blocked The way is blocked Есть тут помощники Идем воевать На штурм Он сейчас будет Скорее всего Выйдет В контратаку Или же Будет Стоять Сидеть В городе Ну-ка Нет В городе Отлично Вот эти Вот копья Тезия Которые От Кельтиков Да Они Пока Они подойдут Мы тут Болисты Понастреляем Прачниками Понастреляем Все у нас Будет круто Гарнизонную Эту армию Мы поубиваем А уже Потом Зайдут Ветераны Щитоносца И Перережут Все оставшуюся Шушеру Начинаем При Всехой погоде Единственный Нюанс Откуда Они Могут Ити Вопрос Только В этом Но мы Здесь По стандарту Вот отсюда Будем Заходить Будем Будем Заходить Так Так Прачники Становятся Здесь Воины Щитоносцы Которые Копейщики А вы Ребятки Мало ли Подойдут Вражины Эти Мы Вот так Станем Все Начинаем Битву А нет И начинаем Надо Раздать Приказы Приказы Об неистовстве И все На автомате Все Нормально Начинаем Битву Видимо Подходим Сейчас Чуть-чуть Поближе Вот сюда Вот Насколько Я помню Можно Спокойно Подойти К ним Подходят Свежие Силы Ну и Вон Они Подходят Вон Оттуда Пускай Подходят Пока Мы Постреляем Баллисты Уже Начинают Бомбить Кучно Так Давайте Взрывным Снарядом Раскучно Они Стоят Здесь Куда Нибудь Вот сюда Вот И Я забыл На какую Кнопку Стрелять Самому Инсерт Да Масштаб ВКМ Во Во Снарядик Снарядик Давай 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 Не Далеко Ну-ка Еще разочек Стрельнем Не Удалось Ладно Баллиста Хорош Давай Начинаем По Льбу Мольбу Сюда В знатных Всадников Ну и Вообще На самом Деле Стрельба По Готовности Стоп Стрельба По Готовности Сами Давайте Расстреливать Всадников Пострелять Сейчас Они По Умирают Начнут Они Умирать Или Начнут Я думаю Начнут Баллиста Работай Вот Сюда Вот Пожалуйста Поскутарим Копейщиком Угу Вражеский Военачальник Убит Это Хорошо Тогда Минус Начальник Вражеский Я думаю Добью Этот Отряд Целиком Одиннадцать Угу В лесочке Что ли Давай Убить Осталось Два Солдат Все Эти Убежали Наемные Скутарии Подрастреливаем Подрастреливаем Их Отлично Можно Еще Чуть Чуть Просто Вот так Подойти Чтоб Нормально Так Стрелять Тверды Иберийские Мечники Скутари Копейщики Все Высекаем Скутари Копейщиков В лесочке Еще Я думаю По этим Попадает Так Баллиста Набило Дверь Наши Остались Без Снаряжения Нормально Проконится Прочники Прочники Идут Идут И стрелять По мне Видимо Стоять Отходим Баллиста Ты Че Делаешь У тебя Приказ По ком То Был Да Тогда Сюда И По Прочникам По Этим Огонь Они Покучнее Стоят Так Поэтому Можно Спокойно В принципе Можно Еще Баллист Дать Сюда Залп Один Нормально Сгорели Ребятки Недолет Я думаю Ну я так и думаю Ну ладно Так Минус Прочники Два Отряда Что у меня тут Есть Еще Застрельщики И застрельщики И еще Отряд Застрельщиков Все Хорошо Давайте Всадников Аристократов Еще Поубиваем Ух ты Вон оно Что ты Придумал Такое Ну-ка Сходить Наши Остались Без Снаряжения Кроли Кроли Листы Сюда А то там Баллиста Что-то Придумала Оказывается Так Эберийская Это Баллиста Хулиганит Однако Наша Наша Засада Обнаружена Еще Это Фигня Убить Вот Этого Парня Разбить Баллисту Это Что-то Она Сильно Много Не Нагубила Нам Пацанов Ну Че Вы Не Деретесь Да Ему Давно Так Потыкали Копьями Отходим Сюда Ай Ай Стоять Подожди Жди Куда Генерал Ушел Хулигашка Однако Кавалерия Наши Остались Без Снаряжения Сюда Сколько Вы тут Нагубили Своими Прощания Не особо Много Конечно Наши Остались Без Снаряжения Хоть Вы И Стреляете Долго Но Как-то Урона У вас Никакого Все Наша Засада Обнаружена Вы Уже Мне Не Понадобитесь Мечники Тогда Сюда Генерал Сюда Копейщики Пока Стойте Здесь Будете Отвлекать Внимание Все Пока Мы Будем Драться Туалеристы Пришли Клин Вклин 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 Да Наша Засада Обнаружена Двигайте Двигайте Наша Засада Обнаружена Сколько Ты скажешь Раз Забой Это Мы Обнаружили Засаду Врага Даже Так Так Ну и Пора Подушевим Рано Конечно Тыкаю Но Все Равно Пусть Будет Так Кавалеристы В спину Так Кавалеристы Эти Вот Ребятки Мощные Конечно Их Надо Поубивать Отлично Продвигаемся Дальше Продвигаемся Раз Аристократов Сюда Сюда. Драться. Отойти. Тебе тоже отойти. Подойти вам. Килл, килл, килл. Махаемся. Генерала. Все, хорошо. Вражеский военачальник убит. Кого? Лерри только. У меня есть. Лошадки отстрелялись. Молодцы. Сюда. Вы принимаете удар. Так. Копьями там работают. Лошадки давайте туда вот сюда. Вот. В тыл и зайдем. Так, вот довольно-таки долго может держать. Не особо долго, я смотрю, да? Убивали. Сейчас одного копейщика можем проссать. На нашего военачальника напали. Уберите. Уберите вот это и давайте вперед. Вот так вот. Угу, угу. Сбить их просто. все хорошо чтоб они сильно тут не били нас эти застрельщики вот так все живы целы отлично все складывается в нашу пользу вот все убивались молодцы завершаем битву 382 человека потеряно против двух с половиной тысяч принципе неплохо не что-то прачники мне однозначно не нравится надо их нафиг того менять но с другой стороны вот для осады довольно таки неплохо все кельтики были уничтожены ариваки тоже сейчас будут уничтожены захватить да отлично минус 2 фракции прям то что нужно герой герой нам будем ужасно всех на них до минус 20 процентов боевой дух врага так здесь мастерская бронзовых оружий на масса где находится так с вами у меня пока дружба но такая относительно посредственная дружба правда здесь перестроить не могу денег нету оставляем пока как есть вообще что у нас здесь свинец есть да и рынок свинец это принципе хорошо где них принципе тоже хорошо но осталось теперь с карфагеном повоевать шпион сюда отправляется отправляется сюда так тут восстанавливаем порядок сейчас тут принципе все будет good с порядком я думаю ну и заканчиваем ход нажму на паузу пока ход будет идти ну а заход противника в принципе ничего не произошло как я и предполагал у нас новое политическое событие кабалос из других вождей продвигается по службе дар и общественный порядок доход от земледелия и скотоводства во всех регионах это круто строительство было святого места завершено интересно каким образом оно было завершено здесь вообще это не здесь было завершено для босса а вот да давайте на общественный порядок рощунета построим новая особенность жреца строгий общественный порядок в провинции стал нормально повышаем население сейчас у нас такое перемирие будет мы наберем войска и пойдем налоговая ставка аристократ флотоводец отлично еще и налоги повысили круто круто наберем войска и пойдем на карфаген так прачников оставим вот этих вот воинов нужно распустить и нанять уже других мне нужно три отряда вот этих пока только два могу нанять ладно два тоже хорошо три отменяй действия один ход до болиарских прачников тут копейщики скутари и копейщики что там по заданию у нас захватить кучу 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 провинций атлантический пролив и риска море надо под контролем держать моря технологии мы уже выучили окей на политику посмотрим так ну с карфагеном ясно воюем с кантабрами с кантабрами кантабры у меня дружба такая неплохая можно попробовать договор о ненападении пенс разорвать а у нас и так договор о ненападении с ним до конфедерацию это конечно же не пойдешь право прохода дадим оборонительный союз не хочет окей и восконы восконы давайте может быть вы с нами торговать начнете торговое соглашение отлично приняли мы воюем теперь только с карфагеном и с восконами можно еще тоже договор о нападении заключить все по крайней мере 10 ходов у меня защищен восток осталось биться с карфагеном господи сколько здесь карфагенских городов жесть просто идем драться с карфагеном так ты 19 а кого ты надо тут почему у тебя тоже было а баллиста откуда мы захватили кстати берись к футболисту еще одну ну ладно три баллиста это однозначно круче чем две тогда тогда в любоз отправляешься ах не доходит чуть-чуть ну ладно шпион ты у нас идешь шпионить за карфагеном тут никого сейчас они как пойдут а я тут войска поубирал прачников денег нету так тебе дружище пока стоять здесь пока стоять здесь для себя армия у тебя тоже уже такая ты же у нас этот самый как его командир до великий предводитель нанимать тебя армия вообще будет здорово ну и что завершаем еще один ход вот он да карфаген пока только один отряд нужно его разбить пока не пришла оставшаяся армия что ты хочешь войны окей давай войну войну так войну еще и пир есть у нас было двух отрядов еще общественный порядок отлично отчет хозяйственной деятельности да 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 галяция встревожена не в сезонном слое поздняя весна строительство есть в астурики есть в астурики болярские прачники нанять нанять уберийские вот они дальность такая же 150 но вот урон снарядами 26 теперь поэтому нанимаем по 350 до конца раздадим ребятам ну в нашем армии будет такой перебежчик который пополнять будет войска так раз два три 4 5 5 я здесь нанял шестерых шестерых да на 6 поменяем и все и эта армия будет укомплектована куча прачников кавалерия трибалисты в принципе нормально для осады самое то заходим сюда не скинул марш ускоренный ну ладно бог бы с ним так а у тебя что по войскам одиннадцать против двенадцати да попробовать оружие пятнадцать так 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 вузитанские копейщики ветераны копейщики кавалерия окей идем драться слоны гаплиты ливийские гаплиты баллиста капитатели и наемники отлично в принципе нормально спокойненько их разберем единственная неприязнь это слоны слонов нужно будет как-то подконтролить выходит выходим на поле бея с народным воинством на поле бея на поле боя получая драгоценный опыт военачальником кучу генералов правда потерял в начале игры ну что делать начинаем сухую погоду так баллиста у меня нету это понятно кавалерия вперед вы в атаку вперед вы так вы так вы так контрол джим я думаю сразу можно пойти и разбомбить их ну двигается у меня баллиста уже начинает стрелять на нашего военачальника напали спокойно ждать тут нету никакого резона мне нужно раздавить их блин слоны это круто вообще конечно подходим сюда сейчас раздавим так вы все отстрелялись вы сюда вы вот сюда 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 подойдем так кавалерия свое дело сделала так кавалерия свое дело сделала но очень много народов поубивали боятся боятся слонов вообще ужасно боятся слонов давайте ближе сюда подойдем все и отходим теперь за спины все и отходим капли метателей еще добьем еще в конце наши бегут с поля боя ну-ка тихо мне тут почему не добили прачников убить слонов прощами но убить все кавалеристы вы молодцы вы молодцы вы молодцы какой позор долго наверно слонов будут убивать хотя нет вот уже загубили парочку носится он отлично осталось два слона один слон слон пачканул добить это слоника все слон пачканул карфагенская конница против моих то скутари посерьезней выглядит оказывается то наши бегут с поля боя ну-ка тихо мне тут какой бегут все убили всех молодцы окончить бой завершить битву 338 потерял блин слоны 197 человек затоптали просто но крестик стоит ну в смысле как бы убит отряд убит отряд убит отряд убит отряд убит отряд а это не крестик это сколько он убил что то я туплю давай давай по щам ему по щам накошмаривает ганнибалы барки это шок да да венебал барка а у меня все живы это хорошо и добить 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 опять же таки самим добивать один слон уже не помеха это сто процентов мы его должны убить в общем баллиста у них нету поэтому можно нормально перестрелкой это кстати наемные блеерские прачники начать ждать 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 начать отлично так так вперед тоже двигается пускай двигается здесь вот мы встретимся в открытом поле подходим 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 стоп расстреливаем и так все все а и так и и а а и и а и слона убить убить слона все слона убили отлично остальных тоже добьем закинули в мечников молодцы ливийские как и метатели убить их уже сколько можно там драться все таки отряд лошади я наверно все таки один потерял есть такое подозрение вот этот вот и один слон еще и 35 солдат поубивал да слоны это круто это вообще просто офигенно это как колесница ими бежишь просто бежишь топчешь и даже не надо сражаться просто пробегать 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 можно столько натоптать народу все ганнибал барк убит отлично возвращаемся домой молнии рей не дали мы мастер лесной засады грозные мечники давайте верные защитники будут так 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 денег 800 нанять не могу потому что да бегаю 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 и туда же вы здесь нанимаете да че мне там по па 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 раба по пара построили с иберийские анагар анагар это круто для него нужны осадные башни, боеприпасы и так далее. Максимальный боезапас плюс 20 при наборе, 3500 на урон стрелковых войск. Осадная башня, это вот это. А у меня сейчас строится арсенал и мы кипящее масло хотим сделать. Наживание боеприпасов при осаде, потери и выстрелы минуты. Окей. Туалет, 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 тут все построилось. В выборе тоже в принципе все окей. Надо вот 2-300 накопить еще. Алтарь мечников сделает. Заканчиваем ход и нужно картубу обратно забирать себе под контроль. Дружище бегает тут. Так, а он тут что-то строит. Между прочим-то. есть контакт. Жрец повышения ранга. Картуба. Угу. Понастроил тут херни всякой. Разведку мне дай. Нормально. Обычный марш. 4000 отсчет, хвост деятельности, прачники готовы. Жрец. Боевой дух всех отрядов. Скорость пополнения. Роза ход. Все. Отлично. Тебе еще один ход нужен, да? Для этих воинов. Кстати, отличный у нас здесь будет полководец, который такой для пополнения армии будет служить. Денежку пока оставим. Ну, вот как раз таки оставим и денежку, чтобы построить вот этот вот. Да. 2300 святилища. 6. Боевой дух отряда при наборе. Стоимость набора. Эдикт, хлеба и зрелищ. Возможность найма отрядов. Плюс 2. Да, это здорово. Помойки. Что у нас здесь? Плюс 8. Минус 22. От здания от помойки. Ну, тогда скотоводство на троечку оставим. Ущелье пехоты. 24 хода. Бахайте, что ли. Сюда вот 15 ходов нужно, да? Здесь и здесь. И 5 здесь получается. Как-то так. Чтоб чертоги вождей сделать. Нет. Я мастерскую столяра сделаю. И анагры у меня будут. Ну, я думаю, ждать смысла нету. Идем на картубу, короче. 13 если я уйду. Военное присутствие сколько мне дает. 9. Все, в плюс пойдет. Нормально. Идем, значит. 2, да. Подождем один ход и отправимся дальше. Конец хода. Конец хода. Сейчас с захватом картубы. Я больше чем уверен, что у нас известность увеличится. Фракции. Так. Повышение ранга воительница. Это хорошо. Ты, да? Повысила ранг. Что-то там теперь может еще что-нибудь есть такое на общественный порядок. Военные действия. А. Подготовка, военное рвение. То есть он еще и отлично обучает. Дальность перемещения на карте. Давайте военную подготовку дадим. Плюс 90 опыта. Так. Все. Болярские прачники готовы. Мы выдвигаемся. Дружком этим. Здесь военное присутствие в Астурике. Десятку дает. Все. Нормально, в общем, все будет. Здесь только третий уровень. Розаход. Культурное влияние. Да. Все нормально. Бегом. 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 Куда-нибудь вот сюда. Тринадцать. Ноль. 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 Окей. Ноль. Так. Ноль. Главное, не в минус. Так. А тебе, дружок, тоже, в принципе, в армию нанимать бы. Было бы неплохо бы. Так. Ветеран счетоносцев. Узнан. Копейщики. Берийские прачники. Может быть, взять и здесь еще вот гельматики еще построить. Тоже. Пищи у меня, в принципе, достаточно. Доход тоже. Давайте мы здесь сделаем дом охотника, в общем. Что-то не бегать так далеко. А, авторитет, общий прайв, прайв, ага. Восконы с Карфагеном теперь выводят. Отлично. Это нам на руку. Мы еще больше укрепим свою дружбу. Ну, а осаду Картуга уже увидим в следующей серии, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.